Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы GetCourse в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы из системы GetCourse в другие системы. Например, в Telegram получать уведомления про новые заказы, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных GetCourse. Теперь необходимо указать действие, получить данные. На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт GetCourse, на который будут приходить данные. В этом окне вы можете дать ему название при необходимости или просто кликнуть «Сохранить». После создания виртуального аккаунта выбираем его в списке и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет GetCourse для настройки. Нам необходимо перейти в раздел задачи «Процессы». Далее нам нужно создать новый процесс. Вы можете дать ему произвольное название, например, в зависимости от того, какие данные будут использоваться и в какую систему они будут передаваться. Далее необходимо указать тип объекта, с которым мы будем работать. На выбор доступны заказы, пользователи, покупки и звонки. В данном случае я хочу настроить получение новых заказов. Мне не нужен шаблон процесса, поэтому я указываю без шаблона. Далее кликаем «Создать». На этом этапе в разделе «Массовое создание задач» отмечаем пункт «Периодическая проверка». Необходимо указать правила вхождения объекта. Например, я хочу, чтобы заказ передавался в Apex Drive по дате создания. Далее необходимо указать GetCourse, с какой даты нужно начинать передачу данных. Далее необходимо выбрать дату начала проверки. Теперь необходимо сохранить созданный процесс. Далее переходим на вкладку «Процесс». Добавляем новый блок «Операция». Выбираем пункт «Вызвать URL». В появившемся окне в поле URL необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Далее после ссылки через знак вопроса необходимо добавить переменные, которые будут передаваться при создании заказа. Пример этих переменных описан в нашей справке по настройке GetCourse как источника данных, поэтому просто скопируем их оттуда. Если вы захотите использовать какие-то другие переменные, об этом можно подробнее узнать в технической поддержке системы GetCourse. Также ссылка на нашу справку с примером переменных будет в описании к этому ролику. После копирования переменных переходим в GetCourse и продолжаем настройку. Вставляем скопированные переменные после указанной ссылки URL. После всех манипуляций кликаем «Сохранить». Далее необходимо добавить еще один блок «Завершение процесса». После добавления блоков нам необходимо последовательно соединить их между собой. Далее необходимо протестировать эту настройку на реальном заказе, поэтому кликаем «Тестировать». Далее нам необходимо указать номер заказа, на примере которого мы хотим произвести тестирование. Также отмечаем галочкой «Выполнять действия по-настоящему». После того, как тестирование выполнено успешно, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Телеграм». Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш «Телеграм-аккаунт» к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить вашим «Телеграм». После этого необходимо скопировать строку для подключения «Телеграм-бота» и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в «Телеграм». Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в «Телеграм». Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные» в «Телеграм». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в «Телеграм» успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!